Здравствуйте, уважаемые сети зрители! Здравствуйте, уважаемые сети зрители! Системного кризиса из того тупика, в который ее завел путинский режим. В сегодняшней мозговой атаке участвует политолог Александр Кынев и гражданский активист из Казани Вадим Дергачев. Здравствуйте, Вадим! Сегодня предметом мозгового штурма будет ситуация в регионах. Мы назвали этот выпуск нашей экспертизы «Экспертиза неоднородности». 10 декабря после многотысячного митинга на Болотной возникло действительно ощущение, что страна, наконец, проснулась после примерно 10-летней спячки. Но, как это часто бывает с нашей страной, поскольку она очень большая, инерция чрезвычайно велика, проснулась не вся одновременно и не совсем, что, в общем, неудивительно. А Москва, Питер, миллионники в основном вышли с протестом против вот того издевательства, которое состоялось 4 декабря. Давайте посмотрим, как это было. Многотысячную демонстрацию против фальсификации выборов, прошедшую 10 декабря в Москве, называют единственным крупным митингом за последние 20 лет. Но в этот день массовые выступления прошли и в других городах России, от Владивостока до Калининграда. Обойтись без происшествий удалось не везде. В Санкт-Петербурге на согласованную властями акцию протеста на Пионерской площади вышли, по разным оценкам, от 7 до 10 тысяч человек. В демонстрации приняли участие представители самых разных политических движений, в том числе коммунисты, анархисты и националисты. По пути от площади восстания к месту проведения митинга полиция задержала 10 человек за нарушение общественного порядка. Общегражданская акция протеста в Новосибирске собрала более 3 тысяч человек. Несмотря на то, что количество участников в три раза превысило заявленное организаторами, митинг прошел без инцидентов. Во Владивостоке на санкционированную властями акцию на корабельной набережной собралось около 500 человек. Полиция не сообщала о каких-либо нарушениях в ходе проведения мероприятия. А вот согласовать выступление в Хабаровске организаторам не удалось. Около 80 человек вышли на площадь Ленина, чтобы принять участие в акции «Мирный флешмоб». Почти половины из них были задержаны. Казань стала лидером по числу задержанных во время акции протеста. По данным оппозиции, 10 числа были задержаны более 100 человек. Всего выступить против фальсификации результатов выборов в Казани собралось около тысячи человек. В Екатеринбурге протестная аудитория разошлась по двум площадям. Разрешенный властями митинг прошел на площади обороны. Несанкционированная акция на площади труда. Там против воли местных властей собрались более полутора тысяч человек. Сотрудники полиции призывали граждан разойтись, но силы к митингующим не применяли. В результате акции за нарушение общественного порядка были задержаны 20 человек. В Барнауле несанкционированная акция против результатов выборов в Госдуму собрала около тысячи человек. Полиция контролировала проведение трехчасового митинга, но задерживать участников не стала. Акция проходила в мирной обстановке. Некоторые активисты даже водили хороводы, требуя честных выборов. Первый мой вопрос, Александр Владимирович, к вам. Можно ли говорить о какой-то типологии регионального протеста? Выделить наиболее активные регионы и регионы спящие? Или здесь нужен какой-то другой анализ? Мне кажется, нужен какой-то другой анализ. Вообще здесь странно говорить о том, что вот, проснулась вся, не вся. Но никогда не бывает такого, чтобы вообще в любую историческую эпоху, там, какую угодно взять, там, революцию или, там, эволюцию, да, но за стратегическим общественным участием, все население в этом принимало участие. Всегда в этом заинтересована какая-то, невозможно, небольшая, но активная часть населения. Глубо говоря, там, 5% будет сверху достаточно для того, чтобы реальные перемены происходили, если эти люди действительно увеличены в процесс. Потому что, значительная часть общества, они конформисты, они плывут по течению. Здесь просто важен век, то есть, что сегодня воспринимается как некое направление такого коллективного бессознательного. За кем идет странная молчаливая масса, кого она поддерживает с точки зрения, там, скажем, разговоров, анекдотов, просто эмоционального отношения. Потому что большинство никогда не ходило и не ходит на какие рейтинги. Вопрос такой, как оно к нему относится. Вот здесь, мне кажется, ключевая перемена заключается именно в том, что вот на стороне вот этих самых протестующих на сегодня общественное мнение. И этот полюс, который в течение многих лет был скорее на стороне власти, да, и был готов закрывать глаза на ног, это то, что он делал, и сегодня развернулся. И вот реальность на сегодняшний день, по сути дела, власть потеряла, по сути дела, поддержку той части общества, как-то наиболее активно, наиболее образованно, готова что-то делать, то есть, когда занимает, скажем так, активную позицию, да, в этой жизни. С другой стороны, даже по данным той же социологии, резко снижается ее поддержка среди, скажем так, социально зависимых категорий, тех же пенсионеров, например, того полюса, который всегда ориентировался на социальный патернализм. То есть, по базе поддержки власти, она в значительной степени маргинализировалась. Это некие переходные слои безустойчивого социального статуса. Это те, на кого можно тем или иным способом надавить, кто находится на прямом, зачастую, бюджетном или агентативном содержании. Это, то есть, грубо говоря, само качество поддержки власти резко уменьшилось, резко сократилось. Поэтому я абсолютно убежден, что никогда там большая часть на себя не ходила и не участвовала, но то, что она поддерживает, это как раз ведет к росту массовости. То есть, получается, что то ядро, которое есть, оно чувствует эту поддержку, и в результате те люди, которые при прочих условиях могли бы не пойти, понимают, что за ними общество, что их поддерживает сосед, коллега по работе, друзья и так далее, они идут. Да, я не понимаю, что вот сейчас нужно добиваться каких-то перемен. Мне кажется, это главное. Ну, а что касается того, вот в какую сторону перемен, мне кажется, вот это более важный вопрос. Я бы, честно говоря, лучше бы об этом поговорил. Вот что должно делаться, чтобы мы не вернулись по кругу туда же, откуда пришли. Потому что вот на мой взгляд, самая главная угроза – это скатиться в спираль. Вот не должно быть спираль, не должно быть круговорота. Все-таки мы должны выйти на какой-то другой этап, на какие-то другие решения с тем, чтобы мы не вернулись к новому путинизму, в другой обертке. Это очень важная тема, но я все-таки хотел бы вас попросить, а вот все-таки какой-то региональный анализ мы сейчас в состоянии дать? Потому что то, о чем вы сказали, это, несомненно, ну, наверное, это самый важный вопрос. Но, тем не менее, у нас было несколько раз в истории нашей страны, когда действительно вот страна как бы делилась, да, то есть и по-разному реагировали власти, по-разному реагировало население. То есть вот гетерогенность страны региональной, она все-таки наблюдается сейчас, как вы думаете? Ну, возможно, сейчас, в принципе, скажем, ну, вот если говорить про крупные города, вы о них сказали, да, то есть наиболее массовые акции в крупных городах, где наиболее образованный избиратель. Ну, надо понимать, что 12 крупнейших городов в России – это почти три населения. До сих пор, что это сторона высокоурбанизированная. Поэтому, говоришь, что только города, только города – это уже огромная масса людей. Что касается географии, если мы посмотрим протест последних лет, в основном он был привязан к регионам взамен губернаторского корпуса. То есть, где у нас протестовали последние годы? Калининград, Самара, Екатеринбург, Архангельск. В основном те территории, где этот протест был помимо тех проблем, которые там есть на местах, там, неважно, о чем идет речь, там, о проблеме медицины или о пошленах на иномарке, но он еще был усилен недовольством конкретными кадровыми назначениями. И почти все мидинги последних лет имели очевидную политическую составляющую. То есть, ведь проблема-то есть в любом регионе, но где-то люди выходят протестовать, а где-то не выходят. И эти регионы, в принципе, они и остаются. И это, кстати, хорошо видно по результатам выборов. Как раз в этих местах Единая Россия наиболее сильно просела. А вот к этим регионам стали добавляться Москва и Петербург, где как раз... В общем, все эти протесты были достаточно слабыми. Потому что, ну, там, да, акции протестов, где-то несколько сот человек для 12-миллионного города. Ну, что это такое? Это, конечно, с ходом на сдух. А сейчас, действительно, вот протест в Москве реально становится массовым. И это существенная перемена. То есть, я бы сказал так, то, что было, то и есть. Но вот прямое добавление, это как раз Москва и Петербург. И были территории, которые никогда особенно не отличались. Не в начале 90-х годов, не в середине 90-х, не последние годы. Например, скажем, Северный Кавказ. Там протест, он носит другие формы. Но то, что в Дагестане произошло буквально на днях, это совершенно другое качество протеста. Другие причины протеста и проявления тоже. Это последствия другой системы институтов, где, в принципе, легальных возможностей намного меньше. И в результате там это все приобретают другие формы. И поэтому в этом смысле то, что у нас протест сейчас в крупных городах идет, в принципе, таким гражданским, довольно конструктивным путем. Люди категорически пытаются избегать всевозможные экстремистские риторики. Это наше фантастическое достижение. То, что власть этого не понимает, судя по всему. И то, что вот эти вот скандалы последних дней, когда пытаются проблему протеста решать путем давления, путем скандалов, путем... Это привычная реакция, понимаете, другого-то варианта... В результате власть, на мой взгляд, сегодня работает на радикализацию протеста. Потому что если вот в ответ на абсолютно мирные, на абсолютно конструктивные, с точки зрения повестки дня, акции, говорить о том, что это бандерлоги, значит, там, заниматься, вывешивать прослушки, которые, очевидно, носят такой демонстративный характер, значит, там, вот у Глаз после дня анонса, то тоже там будет фильм, и, возможно, там, по интернету, как Михаила Сергеевича Горбачева и так далее. То есть, ну, джентльменский наводка. Что у нас было? Подводится ассоциация «Голос». Взлом почтовых ящиков, публикации и переписки, фильм на, значит, телеканале, который занимается пропагандой, ну, для полного счастья не хватает, чтобы кого-нибудь еще раз задержали там в Шереметьево или в каком-то другом мотопорту. Нет, ну, сейчас идет активная попытка убрать, так сказать, ключевых оппозиционеров, арестовывать их, значит, там, кого-то помоложе в армию отправить. То есть, на самом деле, это классическая реакция. Можно прямо сказать, что Путин у нас сегодня является главным лидером оппозиции. То есть, он, на самом деле, выводит на улицы больше народа, чем это могут сделать любые другие политики или лидеры гражданского. На самом деле, власть продолжает делать то, что надела осенью. Потому что главной проблемой партии власти в ходе осенних думских выборов была она сама. Потому что никто не сделал большего для раскачивания той самой лодки, которую они намного... Они намного отвечали, давайте не раскачивать лодку. Вот то, что они делали последние три месяца, они не просто раскачивали. Они по ней бегали, прыгали и плясали. Потому что вот все вот эти провокации, вся эта махровая чернуха, которая велась потоками каналов, все эти абсолютно безумные пиар-инициативы, начиная от большого правительства и заканчивая всякими другими более мелкими несуразностями, борьба с таджиками и так далее, и так далее, и так далее. Все это вместе в глазах простого человека выглядело как какое-то первовремя чумы. Потому что совершенно понятно, что сегодня является для людей главной проблемой. Проблема безопасности, проблема собственности. То есть тема коррупции и социальной справедливости. Нас все последние месяцы стали с любым путем уводить от того, что сегодня реально мотивирует людей. Вбрасывать какие-то предельно скандальные темы, уводящие главный вопрос. Как показала практика, общество не уходит от того, что на самом деле важны какие-то второстепенные вопросы, которые отводят ее от ключевой повестки дня на сегодняшний день. А власть, такое ощущение, как будто она уже получила два результат на домских выборах. Она даже после всех фальсификаций, после всех накруток получила только 49, она продолжает работать в том же стиле. То есть все попытки что-то поменять, они носят только полудекоративный характер. То есть как с выборами губернаторов. Предлагается вернуть выборы назначенцев. Нет, ну это издевательство. Это издевательство над здравым смыслом. Александр, давайте мы сейчас примем звонок. Здесь дозванивается сети зрителей из Новосибирска. Зовут его Егор Савин. Егор, вы нас слышите? Алло. Да, добрый вечер. Да, добрый вечер, Егор. Что, как, как видится ситуация из Новосибирска? Вот если вы следили за нашей дискуссией с Александром, то что происходит? Насколько действительно массовый протест против вот того, что произошло на последних думских выборах в Новосибирске? Ну, можно сказать, что в Новосибирске 10 декабря был один из самых массовых митингов за последние 20 лет. То есть я разговаривал со сторожевами, которые активно принимали участие в политике в 90-90-91 годах. Мне сказали, что это был самый массовый митинг. А сколько человек было, по вашему оценке? По нашему оценку, около 5 тысяч было. Сколько? Около 5 тысяч. 5 тысяч – это очень много для Новосибирска, хотя, конечно, город огромный, но тем не менее. У вас какая температура была? Сколько было на улице? Это же тоже важно. Ну, при минус 20 для 5 тысяч – это, конечно, серьезная мотивация. Выйти на 20-градусный мороз – это серьезно. Какие лозунги в основном были? Что люди говорили? Что меня очень порадовало, то что было очень много молодежи, которая раньше, я так понимаю, не принимала участие в политических мероприятиях. И эта молодежь подошла к мероприятию очень креативно. И было очень много лозунгов, касающихся красных выборов. Вот, там, чудо, 49% или выборы, и все вокруг этого. Вот эти вот государства, которые мы все видели в интернете и по телевизору. Скажите, а вот есть какие-то очевидные лидеры вот этого протеста? Они, если есть, то какой характер они носят? Это политики или это представители творческой, научной интеллигенции? Или протест не имеет лидеров, а просто возмущенные люди вышли по сети, договорились и вышли все, и лидерского характера здесь нет совсем? Вот, скорее, второй вариант, что лидерского характера пока я не видно. Что касается 10 декабря, то, я так понимаю, по моим данным, было только 6 заявок на 10 число одновременно. А кто организатор непосредственно? Кто организатор самого этого митинга был? Какая-то организация или просто по сети отдельные граждане? Это были просто отдельные граждане, которые не состояли из них организации. То есть, фактически митинг носил абсолютно деполитизированный характер, да? Да, он носил деполитизированный характер изначально. Конечно, решали стационалисты, которые не очень корректно себя повели. Это, конечно, в некотором пути осталось не очень хорошее впечатление от этого митинга. Точнее, пикет был заявок. Вы сами из солидарности, как мне сказали, да? Да, я из солидарности. Скажите, 24-го как-то что-то организуется? И какую численность вы ожидаете? Я предполагаю, что будет численность примерно такая же, как и план 10-го, то есть, вроде 5000, ну, плюс-минус в зависимости от погоды. В этом случае, в вопрос 4-го числа обязательства поступили большие на солидарность, и вот, плюс один гражданский активист. Но в комитет входит 10 человек гражданских активистов, которые, по-моему, сейчас не состоят в организации. Спасибо вам. Спасибо большое. У меня вопрос к вам, Вадим. Что все это время происходило в Казани? Вы были одним из участников и событий в Казани, и что происходит, какая была ситуация, и чего вы ждете в дальнейшем? В Казани на сегодняшний момент прошло два протестных митинга. В Казани прошел в рамках всероссийской акции протестов митинг 10-го числа, и 18-го, последний митинг был организован компартией. 10-го числа собралось на центральной площади, одной из центральных площадей, на площади свободы, порядка полутора, по разным оценкам, до двух тысяч человек. Митинг был достаточно жестко, не то что разогнан, а фактически 10-го числа Казань стала чемпионом России по содержаниям. По данным оппозиции было задержано 102 человека в этот день. Всего в России 10-го числа было 600 задержаний на протестных акциях. Митинг продолжался порядка трех часов. Людей стали задерживать под конец, когда уже значительная часть людей разошлась. Стали задерживать на прилегающих улицах. Задерживали совершенно без какого-то разбора. Была задержана 12-летняя девочка. В общем, было принято 62, насколько я знаю, решения судов по административным статьям. В основном это были штрафы. Причем суды проводились в тот же вечер. То есть судьи работали до упора, работали поздно вечером. Митинг был организован... Собственно, он был несанкционированный. Может быть, возможно, в этом причина столь массовых задержаний. А несанкционированный он был почему? Потому что не давали санкции или просто людей? Вообще санкция на этот митинг была. Она была отменена в последний момент на основании того, что заявитель митинга, гражданский активист Бердников, якобы довольно часто заявляет митинги, на которые не может собрать людей. Собрать заявленное количество людей. В качестве... То есть формальных организаторов у митинга 10-го в Казани не было. А была группа организаторов, протестной группы ВКонтакте, которая собрала порядка 2,5 тысяч участников. То есть 2,5 тысячи людей заявили о том, что они придут. 8 из 9 этих ребят были задержаны утром 10-го превентивно. При том, что, насколько я знаю, ни один из них не ночевал у себя дома. То есть они договаривались ночевать у знакомых. Соответственно, органы знали о их местонахождении. Кого-то задерживали в кафе при встрече, непосредственно перед митингом. Кого-то задерживали дома в гостях. Ну, формально это были даже не задержания. К людям подходили. Понятно. То есть особенность татарстанского протеста заключается в том, что он наиболее жестко подавлялся. В этом особенности. Не только в татарстане. У нас есть талет региона, где, в принципе, все это пресекалось на корню. В республике Коми ситуация тоже была не намного лучше. Там у одного из популярных блогеров местных, с автономом, просто отправили сразу в другой город, в военкомат, в парню 20-го года. Ну да. Это, в общем, обычный джентльменский набор во многих национальных республиках. И, прежде всего, конечно... Ну, тем не менее, это, на самом деле, фирменный стиль. Это, в общем, достаточно понятная история. У меня вопрос к обоим участникам, к обоим моим собеседникам. Вот вопрос как раз тот, о котором вы говорили, Александр. Это вопрос, а что дальше и как дальше. Значит, понимаете, вот действительно, ну, хорошо, совершенно очевидно, что 24-го числа в стране, если брать совокупность, весь объем протеста и накал протеста, то будет очевидно больше... Ну, я не беру только Москву, я беру, так сказать, в целом, потому что, ну, в общем, резонанс пошел. И совершенно очевидно, что будет немножко иначе, потому что митинг в Москве заявил свои требования. Эти требования были самым хамским образом проигнорированы, причем проигнорированы издевательски. Это бандерлоги, это контрацептивы, это, так сказать, задержание. Ну, это издевательство, да. И плюс еще обвинение в том, что все, кто вышел на Болотную, они вышли за небольшие деньги, да. То есть весь набор издевательской, совершенно хамской реакции. Очевидно, что, ну, как бы пропасть, вот, которая сегодня между властью и гражданским обществом вырвала сама власть, она будет увеличиваться. Возникает вопрос, что дальше? Значит, ну, на самом деле очевидно, что даже если на Болотную или там на проспект Сахарова выйдет 50 тысяч человек, власть не уйдет, мандаты никто не сдаст, Путин от президентства, от своего очевидного не откажется, и никаких политзаключенных, начиная с Ходорковского, никто выпускать не собирается. То есть все эти лозунги, так сказать, все эти требования общественности, они совершенно спокойно отбрасываются, и Васька слушает да ест. А Лимонов предложил идти, что называется, занимать Думу. Как он говорил, что если, так сказать, несколько тысяч кулаков постучит в двери Государственной Думы, то дверь откроется. Я прекрасно понимаю и отношение ваше к Лимонову, и ваше отношение, как и любого нормального человека, ко всяким акциям насилия. Возникает вопрос, что делать? Ведь эти ребята все в совокупности совершили преступление. Они украли наши голоса, они заняли на самом деле площадки власти все не по закону. Они сейчас будут дальше, что очень важно, издавать законы, которые не будут иметь легитимности, и издавать указы, которые не будут иметь... Это же так общественной легитимности. Нет, они не... Легитимность есть разная. Ну, понимаете, если кто-то у вас... И здесь есть формально-юридическая. Александр, если кто-то у вас украл, занял вашу квартиру просто силовым образом, значит, и вы не имеете возможности туда войти, но вы можете очень долго на морозе, так сказать, жаловаться на то, что... И в конечном итоге, если нет возможности обратиться к милиции, а у нас именно так сейчас дело обстоит, то есть что делать-то вообще? Понимаете, смотрите, значит, что касается вот как развиваются события в разных странах, когда происходит нечто подобное. Когда вот есть некий всплеск общественного недовольства, и есть власть, которая с точки зрения общества удерживает свои позиции незаконным или некорректным путем. Значит, ну, какие бывают схемы? Ну, есть то, что мы наблюдали не так давно, скажем, в Ливии, там, или перед этим наблюдали, допустим, более мягкий вариант, но тоже довольно жесткий, там, в Египте, грубо говоря. То есть, такой... Это силовое сопротивление, значит, в одном случае, там, до победного конца, значит, и сорги, которые окончаются просто кровопролитием и хаосом, да, значит, другой вариант, когда в какой-то момент значит, это сопротивление, оно все-таки кончается какими-то уступками определенными, ну, это, вот, скажем, сценарий Египетского, разница там египетского и ливийского. Есть сценарий, который был в Восточной Европе в конце 80-х, начале 90-х годов. Ну, в Восточной Европе были очень разные сценарии. Да, значит, ну, я не про Румынию, я, конечно, говорю про бархатные революции, то, что было в Чехии, в Чехословакии, то, что было в Польше, то, что была, ну, близкая ситуация была в Венгрии, что это такое? То есть это фактически формат круглого стола, когда лидеры вот этого самого протеста и нынешняя элита договариваются о неких условиях сосуществования, которые позволяют, с одной стороны, сохранить безопасность и собственность элите, в то же время обеспечить изменение формата взаимоотношений, тем самым канализировать протест, сделать его мирным, да, то есть перевести ситуацию только в ситуацию, мирный переход системы из одного состояния на другое. Существуют какие-то и другие варианты, конечно, то есть я назвал такие наиболее яркие. Есть, конечно, вариант, допустим, условно, можно назвать вариант раннего Бен-Али, но многие знают, что Бен-Али в Тунисе, значит, ну, был год назад, вот у нас как-то скоро будет январь, первая арабская революция, кончилась тем, что он просто бежал, и его ближайшие соратники, значит, соревновали новые проверки перехода, и теперь сбрана новая. А был же еще и опыт того же Бен-Али в 80-х годах. Что тогда происходит? А можно из Африки к России? Нет, нет, а вот сейчас я договорю по поводу того, что было с Бен-Али в 83-е годы. Ведь Бен-Али пришел к власти в свое время тоже на волне недовольства. Конечно, там не было таких массовых акций протеста, но в 80-е годы Бен-Али сместил своего предшественника, президента Бургебу, будучи его правой рукой. Переошел дворцовый переворот. И в тот момент это было воспринято населением с большим энтузиазмом, и Бен-Али в первый период своего президента воспринимался как такая абсолютно позитивная фигура, которую там много сделало для страны. То есть, грубо говоря, это сценарий, когда есть некое недовольство внутри, в том числе самой элиты, и происходит дворцовый переворот. Такие сценарии были, скажем, в Тунисе в 80-е годы, такой же сценарий был, допустим, в Парагвае, когда престарелого диктатора Стресснера в 89-м году сместил его правой рукой Родрикес, и только после этой правой руки уже потом пришли какие-то перемены. То есть, соответственно, мы что получаем? Получаем вариант первой переговоры между властью и позицией круглый стол. Вариант два силовое подавление. Вариант три, значит, попытка силового подавления неудачная, значит, и переход в временное правительство. И вариант четыре, через какое-то время внутри самой системы попытка дворцового переворота. Ну, давайте теперь проанализируем эти варианты. Смотрите, никаких абсолютно шансов. То есть, сегодня никаких предпосылок к тому, что власть готова сесть за круглый стол, она просто считает не с кем. С кем она сядет, да? Пока этот вариант не очень просматривается. Но все остальные варианты внутреннего переворота и так далее, вот они как-то не очень просматриваются. Пока, по крайней мере. Ну, смотрите, я думаю, что что, скорее всего, будет сейчас происходить. С одной стороны, действительно, мы имеем кризис лидерства. То есть, с одной стороны, да, есть недоверие граждан растущие к руководителям государства. То есть, ну, ситуация с лидингами, там, это как раз доказательство. С другой стороны, есть кризис среди оппозиции, поскольку много лет... Ну, зачистка была... Да, да, конечно, много лет никто не допускался. Искусственно замораживалась старая политическая элита. И люди давно уже, там, как бы устали, там, едет Зюганова, едет Вилинского, едет Жириновского, как бы, они хотят чего-то новенького, да, им не дают. А вот, значит, что получается в этой ситуации? А вот, и одновременно с этим происходит эволюция социальных сетей, да, то есть, вот... Ну, партия интернета против партии телевизора. Да, если так очень грубо говорить. В этом есть и плюс, и минус. В чем здесь минус? Минус в том, что, как бы, нет такого общепризнанного лидера, соответственно, действительно, вот если ввести переговоры, то с кем, значит, ну, с другой стороны, поскольку лидера-то и нет, то и власть, такой протест не может так быстро оккупировать и погасить, потому что если было бы там один, два, три, четыре лидера, то то... Ну, понятно, можно было бы купить, дискредитировать или... Кнутом и пряником, каким-то способом, все, вот, решили проблему, как там было с Аунсан Суджи, мбирами, все, значит, протест решили. То есть, в этом есть плюс и минус. Минус в том, что нет такого мощного организатора, а плюс в том, что вот такой протест, его просто так, вот, не проигнорируешь. То есть, здесь что важно? Когда лидер один, может договориться с ним на каких-то его личных там требованиях, условиях. Когда речь идет о массовой сетевой активности и огромном количестве людей, которые недовольны своим местом в системе страны, то речь идет уже о фундаментальных правилах игры. И это ключевой вопрос. Лидеры абсолютно убеждены появиться. Это вопрос времени. Скажем, некий набор же есть. Мы знаем этих людей, и они появляются на наших глазах. Но вот пример то, что вот Ольга Романов, к примеру, по абсолютно разными людьми, вот в этом, значит, совете, организующем акцию 24-го числа, вот была выбрана, как я понимаю, с общего согласия, там казначеем. Вот вам пример, что даже вот в этих абсолютно таких разных, да, значит, людях есть, тем не менее, возможность прийти к согласию, принять какие-то компромиссные решения. Я думаю, что вот такие варианты будут встречаться сейчас. То есть, если суммировать то, что вы говорите, вы видите, ну, мы сейчас говорим о сущем и о должном, да, мы говорим о том, что из тех вариантов, которые существуют, которые вы перечислили сейчас, их порядка пяти. Наиболее желательный вариант, конечно, нам хочется бархатной революции. Но это вариант лучше для всех на самом деле, значит, но пока для него нет лидера. Да, при этом мы не видим здесь, ну, откровенно говоря, здесь не только проблема в том, что нет лидера, здесь и проблема все-таки принципиально другой ментальности нашей российской власти. Для этого нужно другое качество правящей элиты. Она должна быть мудрой, она должна быть… Так вот, извините, вот это не просматривается. Судя по вот этим бандерлогам, контрацептивам и так далее, там вот пока я в конце туннеля круглого стола не вижу. Что исходя из этого наиболее вероятно? Значит, мы уже сейчас наблюдаем политику «кнутая пряника». То есть, с одной стороны, позиции лидеров нет, как бы коррумпировать, сажать особенно некого, этим проблемам протестов не решается. Конечно, сейчас пройдет 24-е число, люди соберутся, потом Новый год, какое-то время затишьте, там люди будут отдыхать, там заниматься личными делами. Я абсолютно убежден, что вот этот вот подспудно висящий, значит, протест, он никуда не денется. Он будет тихо, он будет, знаете, вот как кастрюлька на медленном огне. Вы огонь убавили, но оно там тихо и спокойно кипит, а потом придет весна, пойдут какие-то новые события, президентские выборы в активную фазу вступят, и мы увидим в том, что все это вновь начнет происходить. То есть, таким образом, очевидно, что, я абсолютно убежден, купировать эту проблему не удастся. Она становится постоянным, перманентным раздражителем с потенциалом дальнейшего усиления, особенно после президентских выборов весной, потому что я убежден, что наверняка будут к ним существенные претензии, поскольку власть, конечно, будет стремиться любой ценой получить максимальный результат, а любая цена, она вызовет соответствующую реакцию людей. Значит, будет происходить усиление ножниц. То есть, с одной стороны, будет рост недоверия к власти, будет происходить, несомненно, попутно выкристаллизация лидеров, и я не исключаю, что и радикализация протестов начнет происходить, при том, что власть будет в глазах общества становиться все менее и менее легитимной. То есть, она будет слабеть. А слабение власти будет означать, что внутри нее самой будут расти противоречия. То, что противоречия там уже происходят, на мой взгляд, свидетельств более чем достаточно. То, что мы этой осенью наблюдали огромное количество утечек в интернет, когда-то выкладывались аудио и видеозаписи, значит, какие-то файлы, распоряжения разных чиновников, губернаторов, мэров и так далее. Конечно, это утечки из самой власти. Никакие люди со стороны к ним доступа просто не имели ни на эти совещания. — Александр, суммируя то, что вы сказали, можно подвести краткий итог. Вы прогнозируете, во-первых, расширение вот этой трещины, которая между властью и обществом существует. И, во-вторых, увеличение количества людей, которые перепрыгивают эту трещину со стороны власти. И, в-третьих, это увеличение количества противоречий внутри самой власти. — Конечно, конечно. — Окей. — Вадим. — Значит, в сухом остатке, то есть в наиболее катастрофическом варианте, это вот тот самый сценарий, о котором я говорил последний. Это сценарий Треснера или раннего Бенали, когда часть элиты ради сохранения самой себя может пожертвовать кем-то другим. — Ну, то есть наиболее желательно нам это чешский вариант или польский вариант, наиболее реалистично это вот вариант Южной Америки. Окей, Вадим, ваше видение этой ситуации, ваше видение того, что будет, что должно делать гражданское общество, я сейчас не говорю об оппозиции, и как вы видите сценарий на ближайшие, ну, скажем, 3-4 месяца? — Тут действительно сложно назвать какой-то сценарий, события меняются каждый день. На мой взгляд, уже не может происходить ухудшение отношения к власти, к ее легитимности, поскольку эти выборы, чем они принципиально отличались от выборов, скажем, в Госдуму 2007 года? Тем, что в 2007 году мы читали сообщения о том, что выборы как-то фальсифицируются, их писали в основном очень оппозиционные СМИ, скажем, «Новая газета», о которых, в свою очередь, было много слухов, не работают ли они на деньги Госдепа и так далее. — Сейчас мы увидим фильм по НТВ, где будет подробно рассказано, кто такой Горбачев и так далее. То есть, а Горбачев является одним из совладельцев «Новой газеты» вместе с Александром Лебедевым и коллективом редакции. Поэтому здесь все понятно. — Тут все понятно. 4 декабря вышли люди совершенно никакого отношения часто к оппозиции, не имеющей. Яблоко в Москве собрало порядка трех тысяч наблюдателей, которые не имеют отношения никакого к самой партии. То же самое, скажем, в Казани происходило с наблюдателями от коммунистов и гражданского голоса. Нам и захотелось посмотреть, как это будет происходить. И мы увидели массу фальсификаций, увидели, скажем, в Казани не было того творчества, которое было в Москве с каруселями, с завезенными ребятами, которые вбрасывали бюллетени. В Казани происходило все очень просто. У нас есть данные по УИКам от КПРФ. Они в целом по городу, не по Татарстану, а по Казани, дают Единой России порядка от 31 до 37%. При этом протоколы привозятся в ТИКИ, то есть в то место, где можно совершить фальсификации на последней стадии. И ТИКИ дают результаты 63%, 60%. Мы все это видели, собственно, мы понимаем, что вот сейчас парламент, который говорит, что Единая Россия набрала 49% и занимает большинство в Государственной Думе... Не, ну, Чурова уже назвал президент страны волшебником, поэтому здесь я думаю, что лучше умри, лучше не скажешь, да? Здесь все более-менее понятно. На сегодняшний момент просто действительно непонятно, как может функционировать государство в той ситуации, когда люди понимают, что вот решения, которые будет принимать парламент, они нелегитимны просто в силу того, что, очевидно, эти люди незаконным образом заняли свои кресла. Ну, то есть сейчас... Ну, вот тем не менее, а делать-то что? Ну, вот еще раз, 20... Самое просто... Будет имитация уступок каких-то определенных. Ну, вот уже были названы варианты, скажем, изменения порядка назначения губернаторов, да? Ну, слушайте, ну какие это уступки, да? Ну, если я сказал же, имитация уступок, да, значит, им станет понятно, что имитация людей не устраивает, да? Значит, она устраивает, там, может быть, какую-то часть элит, там, партийных и так далее, но для подобляющего большинства, ну, это, в общем, тот же самый вид сбоку. Значит, будут какие-то дальнейшие попытки предприниматься. А здесь, знаете, принцип очень какой. Александр, это вы говорите о том, как будет имитировать... Как себя будет вести власть? А общество-то что должно делать, что может и что должно делать? Вот выход 24-го на площадь, еще что? Вот просто возмущаться, просто, так сказать, говорить о том, что мы с этим не согласны? Вот какой набор вообще действий с набором со стороны власти мы примерно понимаем. Будет врать, будет запугивать, будет имитировать, будет тянуть время, будет рассчитывать на то, что все пойдут... Но я же надеюсь, что все рассосется само. Да, все рассосется, да. Понятно, что этого не происходит. Общество что может? Какой набор вообще инструментов? Вот покажите мне инструментальную лавку, в которой черпает свои инструменты для взаимодействия с властью общества. В первую очередь, 24-го необходимо выходить просто всем, кто может, во всех городах, это безусловно. Далее, необходимо... На сегодняшний момент существует уникальная ситуация в России не только в том смысле, что люди выходят в таком количестве, но и в том, что практически повсеместно объединяются все оппозиционные политические силы. На Болотной стояли рядом колонны националистов и представители антифаз, солидарности, коммунистов. Сейчас есть одна общая повестка. Это отмена итогов выборов. Ну, не отменят выборы. По крайней мере, при такой ситуации их просто не отменят, это очевидно. Их юридически не могут отменить. Могут присмотреть итоги по отдельным участкам, но это, конечно, слабо изменит общую картину, чтобы было понятно. Цена одного мандата примерно 130 тысяч голосов. Ну, чуть больше. То есть, для того, чтобы хотя бы один мандат отнять, это нужно, значит, изменить итоги на участках, так, чтобы, скажем, «Идиная Россия» потеряла 130 тысяч голосов. Ну, почитайте, это не меньше сотни участков надо, значит, чтобы суд итоги пересмотрел. Это фантастическая работа, потому что, ну, любой человек, который сталкивался с избирательными спорами, понимает, какой это адский труд, потому что здесь мало иметь копию протоколов. Нужно иметь свидетелей. Нет, это абсолютно не реальная вещь. Да, это безумное занятие. Это понятно. Ну, давайте мы послушаем сейчас звонок. У нас есть из Томска. И еще из какого города? Да, вот из Томска и из Тюмени. Давайте послушаем звонок нашего телезрителя. Так. Айбек, вы нас слышите? Ну, Айбек уже поздний вечер, если он на Томска. Совсем поздний. Алло. Алло, здравствуйте. Айбек, здравствуйте. Вы нас слышите, видите? Да, я вас вижу. Нет, я вас слышу, но пока не вижу. Здорово. Ну, тем не менее, сейчас вроде связь налажена. По крайней мере, мы вас видим. Значит, ну, вот вопрос. Что происходит в Тюмени? Если вы слышали нашу дискуссию, как вы относитесь к тому, что сейчас говорил Александр, что говорил Денис, как вы видите развитие ситуации и что, главное, происходит в Тюмени? Насколько действительно... А, виноват. Мне подсказывают, что вы из Томска. Что происходит в Томске? Насколько ведь Томск, это на самом деле самый, я бы сказал, одно время самый просвещенный, самый студенческий, самый молодежный и такой, ну, я бы сказал, разумный город России. Хотя, не желая обидеть другие города, но, тем не менее, уровень студенческой молодежи там, по-моему, рекордный по стране. Но сейчас там выборы прошли, мягко говоря, не очень хорошо. Да, ну, понятно, после того, как Томск зачистили очень основательно, там административные репрессии были максимальны, по-моему, чистки такой, как в Томске, не было нигде. Что происходит? Нет, они были в других местах тоже плохие, но Томск деградировал, очевидно. Пожалуйста. Томск также и остался студенческим городом, но, конечно, вот этот ресурс административный был использован по максимуму. Значит, давление на студентов по всем каналам шло, студенты об этом признавались и в частных беседах, и в интернете. Значит, и вот то недовольство, которое студенты испытывали в связи с этим давлением, оно в итоге вывело их 10 декабря на массовую акцию. Подобной акции в Томске не было с 90-х годов. А сколько человек было на митингах? Я сам искренне удивлен многочисленностью акций. Там было, по самым скромным оценкам, постоянно присутствовало порядка полутора тысяч, а с учетом ротации, то есть люди приходили, уходили, там попывало, наверное, порядка четырех тысяч, если не больше людей. Для полумиллионного города, да, это значительная цифра. А в чем заключались требования митингующих? Знаете, там стихийно возникали такие кричалки, речевки, перевыборы, Россия без ядра, Путин вор, ну и тому подобное. А какие-то лидеры вот этого протеста есть в Томске? Или это вот как мы только что говорили с Новосибирском, это такой протест сетевой общественности, который не имеет лидеров? Да, да, я согласен, что именно такой протест, который не имеет ярко выраженного лидера. Очевидно, что масса людей туда пришла, движимая собственными побуждениями какими-то, собственными представлениями о справедливости, а не подражанием лидеру или зовом лидера. То есть тут была масса людей, активных, гражданских, ответственных людей, у которых при этом не было одного лидера, которого можно было бы выцепить из толпы, скажем, и каким-то образом его загасить. Поэтому власть, в общем-то, вынуждена была просто стерпеть вот эти выкрики, которые в центре города кричали люди. Для Томска, в общем-то, события не видны, я считаю. Скажите, а какой ваш прогноз на 24 число? Вообще, будет как-то развиваться ситуация? Будет больше народу, меньше народу? Может быть, вы прогнозируете какую-то кристаллизацию лидерства? Вот все-таки вот это сетевое сообщество может из себя выделить какую-то организацию новую, может быть? Какие формы вообще протест может приобрести, вот если смотреть из Томска на эту ситуацию? Это происходит стихийным образом. Была инициатива со стороны студентов, со стороны гражданских активистов, так и назовем, создать ассоциацию избирателей, Томскую ассоциацию избирателей. И в этом направлении уже сделаны некоторые шаги. И 24 декабря у нас состоится митинг, который организуют и оппозиционные партии, и гражданские активисты. Поэтому мы ожидаем, что усилия этих двух сторон дадут консолидированный эффект. И, возможно, людей будет даже и больше, чем было 10 числа. Хотя, конечно, у нас сейчас наступает период таких сильных заморозков, возможно, климатические условия кого-то удержат дома. Но вообще сибирякий народ стойкий. Надеюсь, что хотя бы минут на 20-30 люди выйдут. А так вот вообще митинг заявлен на 3 часа. Самые стойкие, надеюсь, отстоят. Ребята, вы там держитесь, потому что важно, чтобы вас хватило не только до 24-го, но как минимум до 4-го марта, ну и дальше. Потому что, видимо, это все-таки стаирская дистанция. Спасибо вам. Удачи. Будем постоянно на связи. Александр, вот и Вадим, на самом деле, что происходит, вот как мне кажется? Понимаете, если представить себе вот эту ситуацию всю как политический рынок, то на сегодняшний момент происходит формирование заказчика. То есть формирование заказчика на этом рынке. Потому что вот эта вот главная идея, которая, я не знаю, поправьте меня, Вадим, если мы говорим о Казани, но в Москве главная идея – это формирование Московского объединения избирателей. Такая скучная достаточно вещь. МОИ, да, Московское объединение избирателей. Оно существует юридически. Оно юридически существовало. Я помню, так сказать, как оно в конце 80-х, в начале 90-х мощно выступило. То есть, по сути дела, это формирование заказчика на политическом рынке. Потому что сегодня заказчик, очевидно, не удовлетворен продавцами, не удовлетворен теми товарами, которые выложены на прилавок, так сказать. Официально прилавок, который заполнен Единой Россией, коммунистами, там, ЛДПР и так далее, он не устраивает. На самом деле, не только заказчика. Я думаю, что и еще вопрос, собственно говоря, а что хотим? Нет, ну секундочку, подождите. Вот это очень важная вещь. Дело в том, что как раз формирование заказчика, вот, по сути дела, субъектность заказчика. Извините за такое наукообразное слово. Субъектность. То есть, заказчик должен выступить как субъект. Вот это формирование объединений избирателей, которые, на самом деле, сами во власть не рвутся и не хотят идти во власть. И которые говорят, так, ребята, вот то, что у нас сейчас на прилавке, на политическом выложено, нас не устраивает. Вот мы хотим этого, этого, этого и этого. Предложите. Знаете, я бы на что хотел обратить внимание. Пока вот те пять пунктов, которые были на митинге в прошлом, да, и которые пока вроде не менялись, мне кажется, что в каком-то смысле они несколько тупиковы. Потому что, знаете, новые выборы по тем же правилам – это совершенно ничего не решающая задача. Это воспроизведение той же системы, которая к этой ситуации и привела. Мне кажется, что нужно подходить совершенно иначе к решению проблемы. Нужно менять правила. Правила игры. И была бы совершенно ошибочная ситуация, когда, скажем, все бросят силы на то, чтобы избавиться от нелюбимого многими Путина и получить человека, который через некоторое время станет Путиным номер два. Вот Путин номер два в России тоже не нужен. Она это писала в новой Лиле Шевцова. Она завтра у нас будет в экспертизе. Я не видел этого текста. Но у нее основная идея заключается в том, что сменить один авторитаризм и одну персоналистскую власть на другую – это совершенно бессмысленное влияние. Это абсолютно… Надо менять конституцию. Значит, нужно отказываться от вот этой модели гиперпрезидентского режима, когда президент, по сути дела, это император, который имеет право на все. То есть необходимо возвращать разделение властей и взаимный контроль. Потому что тут только в сказке бывают идеальные руководители. Правильно. Любой человек… Власть развращает абсолютно и развращает абсолютно. Дмитриев, не знаю кто, заняв этот пост, получив гигантские полномочия, риск того, что он рано или поздно им злоупотребит, они… Это то самое ружье, которое выстрелит. Абсолютно верно. Правило игры, да. Поэтому то же самое с губернаторами. Я абсолютно убежден, что биться нужно не то что за возвращение выборности губернаторов, биться нужно за подотчетность региональных администраций региональным парламентом. Выборность – это часть подотчетности. Она включает в себя подотчетность. Как элемент. У нас выборность была, подотчетности не было. Ну, тем не менее, у нас была подотчетность. Поэтому нам реставрацию вот такого полуфеодального режима, значит, вассал моего вассал и не мой вассал, на мой взгляд, тоже это был бы неправильный вариант развития событий. Поэтому я думаю, что не ельцинская схема управления, не путинская в этом смысле, они, как показала практика, не решают никаких проблем, они ведут к множеству негативных процессов, нужно восстанавливать выборность, одновременно с этим вводя элементы подотчетности. То есть разделение властей максимально широкое, то есть персональное утверждение всех кадровых назначений в администрациях местными советами, снизу доверху, от городского совета, чтобы вся администрация утверждалась городским советом, до областной администрации, чтобы она утверждалась областной думой, и до государственной думы, чтобы никакого волонтаризма не было. И, соответственно, снизу доверху, и только это даст возможность создать независимые суды, только это даст возможность со временем создать независимые избирательные... Здесь такой линейности нет, потому что это комплекс. Это важнейшие предпосылки, потому что без разделения властей не бывает подкинной системы независимой, не бывает избирательной комиссии независимой. Все это комплекс, и плюс к этому есть еще добавить, это независимые прессы и общественное телевидение, которое является точно таким же элементом и компонентом этого всего. Потому что без этого тоже практика показывает, что не бывает. Потому что, вы знаете, в свое время Александр Григорьевич Лукашенко тоже приходил к власти с лозунгами, такими антикоррупционными, за справедливость и так далее. Нет, с такими замечательными лозунгами Гитлер приходил к власти. Вполне-таки себе на нормальных выборах. Вадим, тем не менее, вот понимаете, все, о чем мы говорили, требует заказчика. Еще раз возвращаюсь вот к этой парадигме, к этой схеме. Заказчик. Потому что все, о чем говорил сейчас Александр, требует внятного субъекта, который четко скажет. Ребята, вот это мне ничего не надо, а вот давайте мне... Ну и там можно изложить все, что говорил Александр, можно это переформулировать и так далее. Дело в том, что пока у вот этой оппозиции нет жесткого единого лидера, это как раз на время сферендовать эту повестку дня. Потому что, когда появится конкретная фигура, она будет сферендовать повестку под себя лично. Смотрите, вот как раз единый лидер оппозиции, это вопрос. А вот единый лидер заказчика, которым является гражданское общество, который не претендует само на власть, объединение избирателей в Казани будет создано? Хороший вопрос. Я, разумеется, на него ответить не могу, хотя идеи такие есть. По поводу перспектив получить на выходе Путина номер два, мне опасения не очень понятны. Поскольку в таких случаях я обычно цитирую Васлова Гавила, который на первой своей прессе конференции, в общем, лояльным к нему журналистам сказал, «Ребята, теперь вы должны критиковать меня, потому что теперь я буду нарушать ваши права». У Гавила никогда не было даже десятой доли полномочий тех, которые из-за президента России. Здесь я вынужден солидаризироваться с Александром. И там другая была сам механизм прихода Гавила к власти, он исключал такие возможности. Ну, я имею в виду то, что, в принципе, любой человек, пришедший во власть, он будет стараться ее сохранить. Вопрос в том, будет ли возможность у населения, у избирателей легитимно этого человека отстранять, отправлять преподавателей в университеты. При нынешней системе власти, пока она не изменена, это невозможно. Вадим, ситуация очень простая. Понимаете, вот гражданское общество сегодня не имеет инструмент, оно не объединено, оно не превращено в субъект. Вот объединение избирателей, на самом деле, не важно, что это будет. Народный фронт, только не путинский, естественно, а гражданский народный фронт, который действительно будет реально создан гражданами. Объединение избирателей, не важно, как это будет называться. Должен быть какой-то субъект, который сам не претендует на власти, который говорит, так, ребята, вот давайте мы сделаем вот это, это, это. И мы это поддержим на любых выборах. И тогда мы действительно можем и наблюдательное такое количество выставить, которое, так сказать, не позволит, ну просто элементарно не позволит провести вот те взбросы, те карусели, те подтасовки, которые мы сегодня в массовом порядке видели на выборах. Вот, ваше ощущение, в Казани мы можем получить такое объединение избирателей или вот такое, не важно, как оно будет называться, объединение людей, которые заказывают что-то на политическом прилавке? Ваше ощущение? Я думаю, да, но дело ведь, понимаете, объединение избирателей, как бы оно эффективно не было оформлено, оно не сможет предотвратить вброс или перерисование избирательных документов. Это сможет предотвратить только некое, хотя бы начало некой практики наказания людей. То есть, если, то есть это станет возможным только в том случае, если правоохранительные органы и какая-то, хотя бы какая-то часть судов будут стремиться людей наказывать за перерисовки. В Торстане не было возбуждено ни одного уголовного дела по 142-й статье, были административные дела, уголовных не было. Это очень важная разница, поскольку, когда человеку привлекают, члены избирательной комиссии привлекают по административной статье, он платит некий штраф, 500 рублей, скажем, и имеет возможность дальше продолжать заниматься тем же самым. При том, что на каждой их выборах член, скажем, ТИК и УИК и вполне на законных основаниях, в качестве премиальных, получает там сумму более 100 тысяч рублей. Спасибо, Вадим. У нас осталось меньше минуты до конца нашего прямого эфира, до конца программы экспертизы. Я в завершение хочу задать обоим нашим экспертам один и тот же вопрос. Ваш прогноз, поскольку программа называется «Экспертиза», и здесь без экспертных прогнозов не обойтись. Ваш прогноз. Развитие ситуации наиболее вероятно предусматривает, что все-таки 4 марта, вернее, какого там у нас выбора? 4 марта, да? 4 марта. Путин будет избран президентом? Александр? Он будет избран в марте месяце, в один тур или два, я пока не знаю. Власть, конечно, будет стремиться сделать это в один тур, но мне кажется, чем больше она будет стремиться к максимальному результату, тем в итоге она более худшие последствия для себя получит в качестве политического бумеранга. Варианта хорошего у них нет. Либо более честная победа на выборах на меньший процент, и тогда в глазах тех же чиновников путь президент будет более слабым, либо победу любой ценой с высоким процентом, и тогда дальнейшая скалация напряженности. Спасибо. Вадим, ваш прогноз. На мой взгляд, Путин в марте президентом абсолютно точно не станет, независимо от того, нарисует ли Центр избирком о его победе или нет. Спасибо. Ну что ж, я благодарю вас, Александр, вас, Вадим, за участие в программе экспертизы. Нам осталось совсем немного для того, чтобы убедиться, кто из вас оказался точнее в ваших прогнозах. Спасибо. До встречи на сетевом общественном телевидении. Спасибо. 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 Спасибо.